Посмотрите, в каком состоянии у нас здесь находится даже мебель. Зелёный осадок на руках – это плесень. Чёрные разводы на стенах, грибок. Бонусом – сырость и скверный запах. Это вообще ужас. Так выглядят апартаменты многодетной семьи. У Марины и Алексея шестеро детей. Квартиру в пятиэтажке на улице посёлок Труда они купили за мат капитал. Но жить тут не смогли. Зимой холодно, весной и летом льёт с крыши. Местные чиновники здесь были, говорит многодетный отец. Смотрел, что состояние комнаты очень плохое. То, что в данное время здесь жить нельзя. Но если сделать косметический ремонт, то вполне с детьми здесь находиться можно. Смету Алексей посчитал. Ремонт обойдётся в 500 тысяч рублей. У многодетной семьи таких денег нет. Из бытовых удобств здесь нет ничего. Это общая кухня. Тут видно и так, понял, что здесь уже давно, очень давно нет воды. Вокруг антисанитарии, под ногами грязи, даже фекалии. А пол капитально прогнил. Там аж плюс. Ну, сырой. Просто сырой здесь. Её поднимаешь, вот они. Они просто все сырые. То есть они все ломаются. Рядом с кухней туалет. Тут без комментариев. Говорящая картинка. И в душевой здесь нет света. Моются люди в прачечной комнате. Там вот одна лейка была. Мылись там. Все жильцы здесь были. Хотели туда мыться. Одно неверное движение. И можно запросто провалиться в дыру. Они заполнены нечистотами. Очень много воды. Если зайти в ту дверь, там у нас, там тоже. Там постоянно стояли насосы. Вот даже вот. Здесь никак. Вон, видите, стены обваливаются. Вот. От сырости в доме насекомые. Они ползают под ногами и летают над головой. И за эти условия Марина вынуждена платить. Больше четырех тысяч ежемесячно. Многодетные родители поменяли место жительства на съемную трешку за 15 тысяч рублей. Почти все дети Алексея и Марины несовершеннолетние. Мечта у родителей одна. Получить собственную квартиру. Чтобы платить за свою, а не за чужую квартиру. Это, наверное, самое главное. Я просто устала. Правда, очень устала. Марина написала десятки писем местным чиновникам. Просила помочь в улучшении жилусловий. В очереди на квартиру она 23-я. Кольчугинские власти резюмировали. Законных оснований для внеочередного выделения квартиры этой многодетной семье нет. Так как в соответствии с жилищным кодексом, вне очереди жилые помещения по договорам социального найма предоставляются гражданам, жилые помещения которых признаны в установленном порядке непригодными для проживания и ремонту или реконструкции не подлежат. В этом случае собственники имеют право через суд признать дом аварийным. Более того, многодетных родителей местные власти приглашали принять участие в областных программах по поддержке их семьи. Но ни одного заявления от героев репортажа в администрации не получали. Чиновники просят Марину и Алексея прийти на личный прием. Им обещали помочь и найти выход из ситуации. Наталья Забнина и Андрей Беляков.